В открытом доступе появилось видео, демонстрирующее отстрел тепловых ловушек из российской крылатой ракеты Х-101 во время массированного удара по Украине 29 декабря 2023 года. Такая картина была необычной, потому что это был первый зафиксированный в истории войн случай, когда крылатая ракета выпускала тепловые ловушки для противодействия средствам ПВО. Впервые в войне против Украины модифицированные Х-101, которые могут отстреливать тепловые ловушки, Российская Федерация применила еще в ноябре 2022 года, и это была крылатая ракета, изготовленная лишь в третьем квартале 2022 года, и такого рода изделия ПВО Украины уже не раз сбивало. С ноября 2022 года федералы стали применять против Украины модифицированные ракеты Х-101. От базового варианта Х-101 изделие 504АП отличается двумя важными деталями. Наличием станции или блока постановки помех СП-504 для противодействия ПЗРК и наличием системы наведения отблеску с принципом работы аналогичным западным ТЭРКОМ и ДЭСМАК, используемым на американских крылатых ракетах Томагавк. Другими словами, для наведения используется и визуальное изображение местности и цели. Новая оптико-электронная система ракеты имеет три объектива. Принцип работы системы отстрела ловушек и состав неизвестен. Предположительно, отстрел осуществляется при входе ракеты в определенный район СПВО, либо получение сигнала на борт интегрированной системы предупреждения АРЛС, и отстрел происходит в момент угрозы. По составу ловушек также две версии. Если это ложные тепловые цели, тогда они способны противостоять исключительно ракетам с тепловой головкой, вроде ПЗРК и Р-60. Если в ловушке были интегрированы дипольные отражатели, тогда они способны снижать эффективность ракет, наводимых по РЛС. В любом случае модификации ракеты Х-101 с данным составом на борту ранее не замечали, и ее появление свидетельствует о работах в области выживаемости крылатых ракет в ходе прорыва ПВО и поражения многочисленных объектов, поскольку после поставок зарубежных ЗРК, таких как ИРИСТ-СЛМ и НАСАМС, упомянутые ракеты лишь в единичных случаях наносили удары. В частности, утром 2 января 2024 года россияне произвели массированный обстрел Украины. В АЭС РФИ применили ракеты и ударные дроны. Воздушные силы предупредили об активизации почти двух десятков российских самолетов Ту-95МС. Позже стало известно о пусках ракет «Кинжал». Самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противороделокационные ракеты Х-31П. Защитники «Украинского неба» уничтожили 72 из 99 выпущенных целей.